Что такое сверхъестественное? Это то, что нельзя объяснить наукой, то, про что снимают фильмы, мультфильмы, пишут книги и как ни крути пытаются изучить. Еще не так давно я бы ни за что не поверил в существование всяких существ, различных энергий, фамильяров, ведьмаков, да вообще многого что. Но так случилось, что я сам был носителем сильной энергии, можно называть ее магией, а можно и сверхспособности, кому как больше нравится. Я сталкивался не только со страшными существами, но и сам с собой, и это казалось сложнее всего. Мой друг и к тому же мой учитель Костя, некромант, страшно звучит, ведь везде они злые, устраивают зомби апокалипсис и все такое, но это не про него. На самом деле некроманты способны не только оживлять мертвых, они способны соединяться с огнем, как и случилось, когда Костя прошел все уровни инициации. Это как в игре, повысил свой уровень и теперь при полном обороте он палач, но он не трогает хороших, он убивает всяких существ, а я ему помогаю. Правда они и приходят за мной, я ведьмак-стихийник, редкость, поэтому моя энергия нужна многим, как впрочем и Костина. Мы тот самый баланс, который по идее должен враждовать, но народ, мы же в 21 веке, у нас другие правила. Тьма не всегда несет зло, а свет добро, и мы в этом убеждались множество раз, так как в основном все существа, что охотились на меня, когда-то были светлыми, парадокс какой-то. Они охотятся на меня, Костя на них, я не знаю, смогу ли я справиться сам, когда он решит уйти. Мой фамильяр мир учится у фамильяра Кости Акила. Акил – это настоящая легенда, его имя известно даже тем, кто не знаком нам, он был одним из первых, его хозяин когда-то умер от рук людей, которых он спасал. Акил избегал всех и жил сотни лет то там, то сям, но Костя смог убедить его, что им по пути. Подробностей я не знаю, но понятно было одно, эти двое многое прошли. Наконец приближалось лето и тренироваться было легче. Отец мой работал очень много, я же поддерживал его, он постоянно извинялся передо мной, а я просил забыть его о старом, я простил и забыл все обиды. Костя, может после тренировки посидим на берегу, погода вообще зачетная. Мы так давно с ним просто так не болтали. Фух, думаю можно. Он тяжело вздохнул и остановился. Устал, да, я знаю, что совсем тебя загонял, я просто хочу, чтобы ты смог справиться и без меня, но все же отдохнуть нам явно нужно. Он похлопал меня по плечу. Я понимаю, но тебе и самому бы отдохнуть, ты гоняешься за всякими там сущностями, ищешь их, потом мы их уничтожаем, но ты почти не спишь. У тебя еще и учеба и тренировки, скоро ты свалишься с ног. Я пожал плечами. Яр, ты что сериалов пересмотрел? Мы с тобой оба знаем, что там добро так или иначе победит, а тут нельзя быть уверенным. То, что я смотрю такие сериалы нет ничего удивительного, мне любопытно посмотреть на это со стороны. Почему-то фанаты таких сериалов презирают людей, которые так относятся к таким, как мы, а в жизни убить готовы. Так, только не говори, что ты решил посмотреть «Наследие», он явно угорал надо мной. Блин, а почему нет, там крутые ребята, да и сюжет прикольный, и нет, мне не рано, и он не для девочек. Я замахал руками. Парень, ты меня с ума сведешь, это же просто выдумка. Но если тебе нравится, то смотри, конечно. Тогда уж лучше смотри сериал «Сверхъестественный» про братьев, что борется со злом, ближе к тебе. Мы посмеялись, настроение было хорошее. До места нашей тренировки мы дошли быстро. Акил и Мир занимались отдельно от нас, чтобы я и Мир были готовы к тому, если нас разделят. Так бывало у них с Костей, и им приходилось нелегко, особенно, когда были вдвоем всегда. А тут такой разрыв. Иар, давай подними воду из-под земли. Костя встал и отметил место, где должна была пробиться вода. Идет. Я сосредоточился, почувствовал землю. Я попросил ее дать проход подземным истоком. Земля легко образовала проход, вода начала подниматься, но потом резко пошла обратно, как будто ее призывал кто-то еще. Но там ее много и она все равно должна была выйти на поверхность. Это заметил и Костя. Яр, только не отпускай, я найду того, кто тебе мешает. Он пустил небольшую искру и начал что-то произносить. Я до сих пор латыни выучил. А вот ему повезло. Некроманты его просто знают. Ирония, правда? Мертвый язык, что подвластен некроманту. Но что-то мне становится очень тяжело. Руки начинали дрожать, такое бывало редко и в более серьезных условиях. Это странно, но сама стихия не может выйти, ее что-то держит. Давай объединимся и попробуем найти причину. Он подошел ко мне и положил руки на плечи. Снова латыни. Да блин, когда я ее запомню? Шум воды приближался. Она поднимала что-то вместе с собой. Такого еще не было. Чем выше она поднималась, тем сложнее было ее удерживать. Руны пылали, как на моих руках, так и на Костиных. Его глаза почернели. Так бывало, когда он очень сильно пользовался своей энергией. Но, наконец, вода вылилась из расщелины в земли и вынесла необычный предмет. А Костя упал позади меня. Это не хорошо. Видимо, он потратил слишком много сил. — Костя, Костя, вставай! — я облил его водой, чтобы привести в чувство. — Яр, что случилось? — он был бледный и очень. — Ты упал. Видимо, опять истощил свой резерв. Ты так скоро вообще свалишься. Я за него волновался. Ведь Костя совсем не жалел себя. — Нормально все. Просто переборщил. Вечные его отмазки. Кто из нас ребенок? — Костя, мне хоть и одиннадцать, но я же не тупой. Ты так себя изводишь. Ты же вообще сляжешь. Яр, успокойся и не такое проходили. Что там у нас выпало? Ловко сменил тему. В этом весь Костя. Я еще не смотрел, так как ты грохнулся, но теперь можем и проверить. Я подошел к предмету. Это был небольшой клинок. Очень походил на тот, которым Костя обычно убивал всякую нечисть. Только он был более удлиненный и украшен пятью камнями. Интересная находка. Я наклонился, чтобы взять его. На меня резко откинуло в сторону. — Яр! — Костя закричал и побежал ко мне. — Это что за фигня такая? Он что дерется? Я был шокирован немного. — Не знаю, но лучше нам позвать Мира и Акила. Костя сосредоточился и призвал Акила. Я сделал то же самое, призвав Мира. — Что случилось, Яр? Мир выглядел встревоженным, а Акил тут же обратил внимание на клинок и уже ходил вокруг него. Акил последнее время почти не разговаривал. У него наступил очень тяжелый период перехода. Когда получаешь последнюю инициацию, то нужно научиться ментальным мыслям, чтобы тебя слышали только те, кому ты говоришь. Это жутко бесило. Но поделать с этим мы не могли. Он должен был завершить обучение. Пока что слышал его только Костя, но Акил старался, иногда его слышал даже Мир. Акил сказал, что не видел прежде такого, но символы он перевел. Костя взял из рюкзака тетрадь и ручку. — Костя, а когда он будет снова разговаривать? Я переносил это тяжело, Акил давал всегда много советов и мог успокоить. А сейчас словно обижен был, просто молчал и головой покачивал. — Знаю, Яр, но нам нужно терпение. Да и Миру скоро будет проходить то же самое. Так что готовься. Он как всегда был прав. Меня и Мира скоро ждало то же самое. — Так вот, вернемся к нашей находке. Клинок неизвестного происхождения, но с интересными надписями, которые переводятся как «Несущий покой». Он усмехнулся. — Надеюсь, покой он несет плохим существам. Но вот почему он тебя отшвырнул? Это уже другой вопрос. Сейчас я попробую его взять. Костя показал, чтобы мы отошли. А сам стал осторожно приближаться к клинку. Он наложил на себя щит и потянул руку. Одно резкое движение и он схватил его. — Это не честно. Почему все лучшие приколюхи идут к тебе в руки сами, а меня отбрасывает? — Я был возмущен. — Все просто. Он под темной защитой, но не обладает ничем сам. Поэтому нужно сначала проверить. Хотя бы попытаться, чтобы ничего не испортить или кого-нибудь не призвать. Он переглянулся с Акилом. Акил встал около клинка и начал вместе с Костей направлять в него энергию, чтобы узнать с чем он связан. Правда не успели. Я слишком поздно заметил, что из-под земли стало вылезать. Что-то не очень хорошее. А когда услышал шаги, то снова отлетел куда-то в сторону. — Костя! — это был скорее не крик, а виз какой-то. В полете вообще голос у меня слишком пугается. — Вот блин, даже узнать не успели, а уже кто-то пришел. Ты кто? Костя последнее время старался разговаривать с ними. Глупое конечно занятие, но он потом записывает. Говорит, что если есть я и он, то возможно есть и другие. Да и если его не будет, уедет там. Вдруг мне ученика дадут. И чтобы эти записи помогли. Хотя помимо записи меня он заставляет все учить. Но и сам учит. — Молчит. Плохо. Очень плохо. Яр, ты там как? Я понял Костю только по одному этому вопросу. Если примерно, то это значило я нормально, то пора облачаться. Костя уже начал покрываться черно-огненными рунами, плащ из тумана лег на его плечи, а огненная коса смотрела в сторону врага. Меня долго уговаривать тоже не надо. Воздушный поток слился с водой и я предстал в темно-синем плаще с булавой. Акил и мир тоже уже изменили облики. Черный док и белоснежный барс. Надеюсь, наша не слабая компашка заставит это существо хоть немного вздрогнуть. Хотя, несмотря на мой серьезный вид, многие сущности обзывали меня гномом. Хоть в росте я уже был 156 сантиметров или полтора метра, но мне все же 11. Наш вид, кажется, даже не шокировал молчаливого, незваного гостя. Может он не мой? – мир посмотрел на меня и Костю. Думаю, что он просто не хочет общаться с нами, но я уверен, что он пришел за нашей находкой, попробуем тогда так. Костя взял клинок, существо тут же повернулось к нему. – Так тебе это нужно? – он начал махать им в разные стороны. – Отдайте, и я отпущу вас. Существо начало во что-то образовываться, принимать форму. До этого это была просто ходячая куча грязи. – О, так ты умеешь говорить. Спрошу еще раз. Что ты такое? – Костя напрягся, я тоже. – Отдай мне клинок. Это нечто стало каким-то огромным, темно-синим и кажется очень злым. На разговор оно было явно не настроенное. Его зеленые глаза стали еще темнее. Из мелких зубов рот наполнялся огромными клыками, из-за этого его челюсть не закрывалась. Длинный хвост был в шипах, а на конце хвоста огромный шип, как у скорпиона. – Понятно, Костя, тут походу без вариантов, нужно просто его уничтожить. Я приготовился нанести удар, замахнув булавой, которая тут же наполнилась молниями. Костя вместо ответа кивнул мне головой. Его коса полыхала в сильном пламени. Мы сосредоточились в своей силе и нанесли удар. Обычно после этого что-то разрывалось или в нас швыряли чем-то, а тут ничего, просто ничего. Он взмахнул хвостом и просто исчез. Эм, оно что, просто ушло? Я был немного в шоке, вообще чаще всего мы сбегали, чтобы понять, как быть, но тут все было слишком странным. Не расслабляйся, мы не можем быть уверены, что он ушел. Костя не снимал щит, я конечно тоже, но раньше они не уходили. Не помню, чтобы у них была шапка-невидимка, они всегда злые, голодные и противные, а еще и убивают. Я был скептиком. Яр, он не похож на других, он не пытался даже нападать, не пытался распознать нашу энергию. Ты что, совсем не видишь? Костя явно нервничал. Костя, я все понимаю, но мы сталкивались много с чем, я конечно не так давно в этой теме и мне всего-то 11, но по-моему все будет как обычно или сложнее или проще. Я сам начал нервничать. Костя, ты просто уже устал. Я сам устал от всего этого. Яр, я думаю, что Костя прав. Мир посмотрел на меня виновата. Я знаю, простите меня, я просто правда устал. Мы стали оглядываться и искать любой след энергии, но не нашли. И тут Костя с Акилом переглянулись и кивнули друг другу. Что, вы что-то нашли? Слишком уж они напряглись оба. Нет, но оно пришло за клинком, а это значит, что стоит попытаться его использовать. Костя рассматривал клинок. А если он еще что-то сюда вытащит? Я внимательно посмотрел на клинок. Не, ну а что? Яр, ты блин точно пересмотрел сериалов. Костя усмехнулся. Нет, ну просто один пришел, увидел, что мы типа крутые ребята и решил позвать кого-то покруче нас. Ну может они тоже умеют думать логически. Ага. Костя резко прервал сам себя и стал смотреть по сторонам. Его коса запылала огнем. Слабым, конечно. Но это говорило о том, что рядом было что-то не очень хорошее. Так, тихо. Сейчас проверим. Яр, закрой себя и мира защитой. Ждем гостей. Он накрыл щитом себя и Акила. Мир встал ко мне и закрыл нас. Костя приготовился и скапливал в себе силу. Я еще так сильно не мог. Но стихию я призвал. Вокруг моих ног был ветер, который ждал моих действий. Огонь на косе стал еще больше и направлялся к тому месту, где исчезло это существо. Поднимался непонятный ветер. Он явно не относился к стихиям. Я бы почувствовал. У меня резко золомило руки. Руны стали сжечь. Хотелось их стереть себя. Костя, Костя, мои руны выжигают меня. Я уже не мог терпеть. Меня обжигал щит и призванный мной ветер стал меня атаковать. Костя повернулся резко ко мне, но я уже лежал, прижатый к земле, которая меня пыталась поглотить. Яр! Костя подбежал ко мне и принялся вытаскивать меня, но земля словно была не мягкой, а превращалась в бетон. Я как будто каменел. Не выходит, держись парень, будет немного больно. Он положил руки на землю и начал пропускать через нее темноту. Земля стихия добрая, но некромантов она не любит. И пытаясь защититься от него, она начала питаться от меня. Боль пронзила меня мелкими иглами. Я чувствовал раны земли, что наносил ей Костя, а когда он просто зарыл свои руки в нее и пустил туда огненный туман, она все же сдалась и отпустила меня, покрывшись сухой безжизненной коркой. Эта часть стихии погибла, как мертвая зона, которую никогда нельзя уже воскресить. Костя не любит так делать, но сейчас у него не было выбора. Он спасал меня, а я снова облажал и не смог подчинить стихию. Но рано было корить себя, потому что пока я выбирался оттуда, позади Кости нависло оно. Костя! Но было поздно, он просто одним ударом откинул его в сторону. Костя полетел к кубарям. Вот падла! С его лица стекала кровь, нос кажется был сломан, а вот это существо уже нависло надо мной. «Ты кто?» – я решил рискнуть. «Ты предатель! Позволил некроманту убивать стихию!» Оно зарычало, а меня начало пробивать воздухом в то самое место, которое погубил Костя. «Хрен тебе, уродец!» Костя нанес ему удар косой. Оно заметалось из стороны в сторону, кровь потекла по его спине. Оно рвело так, словно разбуженный и злой медведь. А потом началось непонятное. Вокруг меня и Кости закружил очень ледяной ветер. От ясной и теплой погоды не осталось абсолютно ничего. Мир с Акилом пытались выставить защиту, но у них словно пропали силы. Они были беспомощны. А потом оно просто откинуло и сковало корнями деревьев. Облака набирали в себя множество клубов ледяного ветра, чувствуя, что нам будет больно сегодня. «Яр, я понял, он стихийник!» Костя пытался устоять против стихии, а я уже был прижат к земле. «Ты должен ее обуздать! Да давай! Он сильнее, я не смогу!» «Давай, Яр, я не стихийник, но он меня просто сотрет в порошок! Потом примется за тебя, а потом из Амира с Акилом. Давай, парень, ну!» Костя собрал в себе всю тьму. Его глаза полностью стали черными. Он нанес удар в сторону существа. Тот взревел и направился на него. «Яр, он меня сейчас отправит на тот свет!» Костя не успел нанести еще один удар, так как непонятное существо. Просто размахнуло хвостом и ударило им. Он отлетел и скрючился от боли. «Я сосредоточился на своих силах! Стихии бунтовали, но я пытался их обуздать!» «Зря стараешься! Я самый древний захрап! Я стихийник! А ты просто мальчик, который связался с некромантом! Клинок принадлежит тьме, так же, как и он!» Он нанес Косте еще один удар. Костя очень сильно ударился об землю, и она стала его поглощать, как сыпучий песок. «Уничтожают все живое! А не поглощенный тьмой Клинок может, как дать ему силу, так и убить его! Так пусть же он сдохнет!» И он поднял Клинок в воздух и направил на Костю. «Нет, нет, он не такой!» Я приложил одну руку к земле, второй так и пытался обуздать ветер, так я еще никогда не делал. Но выбора у меня не было. Земля отвергала меня, меня тоже стало утягивать. Я устал уходить снова сам в себя. Я знал, что если стихия меня запечатает, то я навсегда останусь в забвении. Ветер тоже стал обжигать меня своим холодом. «Яр, держись!» Мир и Акил как-то смогли выбраться. Мир стал водить руны, Акил превращаться в огромного пса. Акил кинулся на захраба и вцепился ему в шкуру. Тот закричал и начал метаться, чтобы скинуть его. Но Акил крепко вонзил свои клыки. «Яр, я насколько смогу, сдержу ветер, а ты вытаскивай Костю!» Мир стал снежным барсами, лапы в воздухе, рисовали руны подчинения. Стихия начала его атаковать. Я обеими руками зарылся в землю и стал ее себе подчинять. Она не шла мне на контакт. Я стал использовать противостояние. Костя с Акилом долго не продержится. Земля начала отступать. Я впитал ее мощь в себя и, забрав весь поток, направил его на ветер, чтобы объединить. Когда мне это удалось, я обернулся, чтобы нанести удар, но застыл в ужасе. Захраб держал Акила за горло, а Костя лежал без сознания у его ног. «Нет!» – я крикнул, и во мне что-то перевернулось. Я испытал дикую жажду и злость. Я видел вокруг этого существа поток энергии, очень сильной и мощной. Я побежал к нему и чувствовал, как внутри меня, словно магниты, стали собирать энергию отовсюду. «Мир, давай!» Мир понесся на него, но существо нехорошо оскалилось и пронзило Акила кинжалом. «Акил!» Костя соскочил, словно его ударило током. Он полностью облачился во тьму и огонь. Я, Мир и Костя бросились на него, мир вцепился ему в глотку, но тот откинул его вместе с куском своего мяса. Я прыгнул на него со спины и булавой ударил по хвосту, он резко дернулся и заорал. Огромные шипы все стали кровоточить. «Предатель!» Он уже захрипел. «Я уничтожу тебя!» Я замахнул булавой еще раз и снес еще пару шипов, оттуда покапала какая-то слизь и она уже обжигала его шкуру. Костя начал пускать в это существо всю свою тьму. «Это тебе за Акила, козел!» Он кричал и просто выжигал тьмой из него жизнь. Мир поднялся и начал скалиться и готовиться к прыжку, но тут я вдруг почувствовал еще более сильную жажду. Мне казалось мало того, что в нем есть, сам не понимая почему. Я откинул Костю и Мира. Костя попытался мне что-то крикнуть, но я словно не слышал его. Я вцепился обеими руками в захраба. Я стал высасывать из него энергию. Меня словно манило и хотелось еще. «Я-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха» Он откровенно ржал и хрипел. «Давай, а потом ты выполнишь то, что должен!» Он начал задыхаться. «Яр, стой, он же инфицирован!» Костя попытался меня откинуть от него, но я отшвырнул его. «Давай, ты должен!» Захрап захлебывался в непонятной мне жидкости. Я упивался его энергией. Стало сложно держать челюсти закрытой. Мне захотелось вцепиться в его шею, чтобы ни одна капля его силы жизни не ушла от меня. Я почувствовал себе живой рык, который рвался наружу. «Яр, стой! Он вампир! Слышишь, ты убиваешь его, а сам будешь проклят!» Костя аккуратно подходил ко мне, я напрягся. Мне казалось, что он сам хочет забрать себе эту силу. «Яр, позволь, я его просто уничтожу!» И как только Костя приблизился, я снова швырнул его на землю. Захрап стал падать, а я все его не отпускал. Во мне что-то бушевало. Я словно терял сам себя. Умом я понимал, что со мной что-то не то. Но прекратить я не мог. Это значило лишь одно. Если я сойду с ума, то Костя придется теперь меня убить. А он не сможет. А значит, я убью его. А этого не хочу я. Но это пока что не хочу. Резкая боль. Меня отшвырнуло что-то очень огромное. Я поднялся. Жажда жгла мое горло, словно раскаленное железо. Никогда мне не было так плохо. «Костя, что со мной?» Я посмотрел на него, еле сдерживаясь, чтобы не нанести удар. Он это заметил. «Яр, ты отравлен! Это какое-то старое проклятие. Оно связано с клинком. Он притягивает стихийник. Его создали такие, как я. Борис, ты справишься». Он виновато посмотрел на меня. «Прости, Яр, я должен тебя заковать». Я пытался ему не сопротивляться. Но тело само словно делало все за меня. Но Косте все же удалось. Он создал огненные цепи и ловко закинул на мою шею. «Борис, Яр, как только ты справишься, она исчезнет». Он взял клинок и подошел к захрабу. «Глупый некромант. Он еще мальчик. Он будет твоей погибелью». Он разлагался на глазах, но еще как-то разговаривал, харькая желчью, которая кислотой прожигала его самого. «Он справится». Костя замахнул клинок и прокнул им голову прямо в глаз. Остатки тела стали разваливаться еще сильнее. Кислота лилась из него и сама же сжигала за собой ошметки. А потом, лопаясь оттуда, ползли скорпионы с острыми шипами. Костя схватил косу и направил шквал огня прямо на них, и на то, что еще не успело в них превратиться. Запахло жареным. Как будто тысячи трупов решили кремировать разом. Огонь раскалял землю. Она в ответ выпивала из меня энергию. Мне хотелось вырваться и уничтожить того, кто причиняет мне столько боли и страдания. Да, я хотел уничтожить Костю. Огненная цепь стала сильно сжимать мое горло. Я стал задыхаться. Земля и ветер восстали против меня и стали поглощать мои силы, словно я заразил их жаждой. Мир пытался мне помочь, но я стал вытягивать его энергию. Он словно сам теперь был в ошейнике. Он катался к уборям, задыхался, пытался защититься, менял свой облик. Его глаза бледнели, а по телу ползли черные полосы. Костя стал усмирять землю, но она отражала его. Она просто вытягивала его силу жизни. Я словно слышал ее шепот. Некроман должен быть мертвым, ему нет места среди живых. Ее шепот был все громче, превратившись в оглушающий гул. Ветер стал не просто ледяным, он ранил его, меня, мира. Никто из нас не мог противостоять стихиям. Я почувствовал, как земля начала вибрировать, словно через нее что-то выбирается. И я не ошибся. Мелкими ручейками вода стала подниматься под нами, я уже не мог видеть, что происходит с ним. Она заливалась в мои вены и я захлебывался. Последнее, что я услышал, это как лед трескается, покрывая меня. Вот оно наказание за жадность. От имени Кости. Стихии решили избавиться от нас с Яром. Мы были им опасны, меня просто не любили. Еще и напитавшись через Яро с заразой, каждая стихия жаждала еще поглощения. Ветер ранил своим холодом, земля начала проваливаться подо мной, словно сыпучие пески, а мелкие ручьи воды стали нас топить. Наверное, теперь мы просто проиграли. Но нельзя было сдаваться, мы не должны. Я ушел полностью во тьму, чтобы выпустить ее из себя. Если я погибну, то она должна уйти в небытие. Мое тело прожигало огонь, но раньше он не трогал меня, а теперь ранил. В моей голове возник Акил и то, как его пронзили клинком. Это я виноват. Это моя ошибка. Я не смог его спасти, а он всегда спасал меня. Резкий свист хлыста разрезал ветер, словно ножом. Вода отпустила мое тело, но земля продолжала поглощать. Я смог открыть глаза. Не может этого быть. Акил! Он стоял весь в огне и разрезал удары стихий огненным хлыстом. Ветер кружил вокруг меня и вокруг него, но не смел нападать. Пора, другого шанса не будет. Моя тьма полностью разлилась по всему телу. Руны стали обжигать. Я пустил свой черный огонь в землю. Впервые я услышал, как кричит земля. Ее крик был мертвым. Я убивал ее через огонь. Но я не мог по-другому. Или стихии убьют Яра. Они отравлены. Если я этого не сделаю, то зараза распространится везде. Не будет ни одного безопасного места. Стихии всегда были самыми опасными и непредсказуемыми. Поэтому стихийники, так же как и некроманты, были опасными. Но их не истребляли, так как считалось, что они дают жизни. А мы забираем, чтобы починить. Но, видимо, у них бывают промахи. Я встал. Вокруг меня словно образовался огромный кратер. Как от взрыва. Я направился к Яру. Только он мог все исправить. Это было рискованно. Но пока Акилу удается сдерживать стихии, стоит попробовать. Это наш единственный шанс. Я скинул с него ошейник. И он взбесился. Я отшвырнул его. Яр, если ты не найдешь себя, мы погибнем. Давай, парень. Мне было не по себе. Яр сначала кинулся на меня, но резко остановился и закричал. Словно его пронзила боль. Он повернулся в сторону мира, который уже почти не дышал. Ярослав закричал еще сильнее и нанес удар вокруг мира. Огромная пелена вокруг нас начала падать. Мир стал приходить в себя. Кратер исчезать. Как такое вообще возможно? Ярослав приходил в себя. Мир уменьшался, как и Акил. Все вокруг принимало тот вид, который был, когда мы только сюда пришли. Мы с Яром были оба изранены. А у Акила на шее был огромный шрам от раны, которая могла его убить. Я сейчас ни хрена не понял. Я смотрел вокруг, но соображала, не выдавала никакой информации. Костя, а это вообще как? Он был так испуган, хотя я сам был не лучше. Я не знаю, Акил, что это может быть? Я посмотрел на него. Как жаль, что он говорит со мной лишь мысленно. Меня бы его голос успокоил. Он стал показывать мне картины. Клинок, захрап психии, а везде стоял человек в капюшоне за деревом, который за нами слишком пристально наблюдал. Акил не смог узнать, кто это, и никакой энергии он после себя не оставил. Клинка, к слову, тоже нигде не было, что было очень странно. Я, конечно, могу ошибаться, но кажется ваша дружба стала кому-то лишней. Мир сделал серьезный вид. Что ты хочешь сказать, мир? Я посмотрел на него. Если бы Яр до конца добил захрапа, то убил бы тебя, или бы тебе пришлось его убить. Потому как есть один интересный момент. Вы способны объединяться. Я заметил это, Акил тоже. Только это происходит спонтанно, и вы сами не замечаете. Но мы решили понаблюдать с Акилом. А теперь молчать смысла нет. Нужно срочно выяснить, что будет, если вы объединитесь. Мир резко замолчал и посмотрел куда-то за мою спину. Я обернулся. Человек в капюшоне. Кто ты? Я был явно не настроен к дружелюбному исходу. Тот, кто избавится от вас и очень скоро. Он так противно расхохотался, а я заметил клинок. Тот самый клинок был в его руке. А я по ходу сейчас тоже от кого-то избавлюсь. Я уже хотел снова возродить в себя остатки сил. Остановись, некромант. Сдохнуть успеешь. Спасибо за клинок. И он снова расхохотался и исчез. Кто это? Ярослав смотрел непонимающе. Это Крампус. Мы обернулись. Красивая девушка, только зеленая. Плавно шла к нам, только вот этого нам не хватало. А ты кто? Я приготовился. Остановись, некромант. Я всего лишь Дриада. Мы хранили этот клинок, пока вы его не нашли. Теперь Крампус будет силен. Заберите клинок и заприте его. Тогда он снова канет в небытье. Она воинственно смотрела на нас. Ага, Дриады, Крампус. Так он вроде Рождество там ворует, нет? Я в кино видел. Яр посмотрел на нее как-то скептически. Твой друг некромант, фамильяр и энергия. Я тоже не говорю, что вы выдумка. Ее похоже оскорбило. Крампус не связан с Рождеством. Он приносит вечный холод на землю и вы его освободили. Он иссушает своим холодным ветром все живое. Он способен создать самые страшные иллюзии. Она упреком объяснила нам. Ясно, мы сражались друг против друга, чуть не убили Акила и освободили того, кого нельзя. Я все правильно понял? Ярослав присел на землю. Именно так. Приходите сюда завтра, я помогу тебе, мальчик. А ты, некромант, запомни. Мы тебе не рады, но только вдвоем вы сможете его победить. Она развернулась и ушла. Да блядь. Я выдохнул и старался успокоиться. Костя, я ребенок. Я знаю. Ты материшься. Яр, вот не время сейчас. Ну, просто я тоже хочу, а мне нельзя. Делай это про себя. Мы рассмеялись. Яр всегда был в ужасе от моего мата. Ну да, я не сдержан. То, что мы могли друг друга так просто уничтожить, было самой плохой новостью. Не говоря уже о том, что я мог потерять Акила. Он, конечно, объяснил, что его убить не так-то легко, но все же это напрягало. Теперь нам стоит отыскать одного поганого черта, чтобы он ответил за свои ни хрена не веселые шуточки. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история. Я рассчитываю на твою поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если ты найдешь 20 секунд своего времени, чтобы поделиться со своим другом, то низкий тебе поклон. Так как любая активность на канале это продвижение, кто как не ты. Хорошего тебе настроения и до скорых историй. С уважением и обнимашками, твой Андрей.